Продэкспо 2021 продолжает свою работу. Рядом со мной спикер сегодняшнего дня Антон Дулов. Здравствуйте. У вас сегодня задавали как эксперта, спрашивали вопросы. Хочется немножко кратко выжимку. Какие проблемы сегодня поднимались? Добрый день. Я сегодня участвовал в панели. Мы обсуждали проблематику малого и среднего бизнеса. Как обычно, в таких форматах было много людей из регионов. Мне показалось, что вопросы были довольно классические. Мне кажется, что они поднимаются из года в год. И давно все понятно, что нужно дифференцироваться, нужно меняться. А мне пока кажется, что в основном это все происходит каким-то базовым разговором в смысле жизни. И меньше плоскости конкретики. И мне казалось бы, что такие истории было бы интересно проводить не в формате просто простых или средних сложностей вопросов, а реально брать, выдергивать кого-то из зала, разбирать его кейс и накидывать совет ему так, чтобы ему стало тяжело. И чтобы он реально пошел что-то делать. Потому что на самом деле, при всей красоте этой фразы дифференцироваться, не так уж и много конкретных рабочих моделей, в которые должны люди пойти для того, чтобы измениться и выжить под давлением федерального ритейла. И разобрав там 3-4 более-менее стандартных кейсов, а может быть даже меньше, это бы дало, мне кажется, очень большой эффект и толчок, и пользу этих людей, которые потратили деньги и время и приехали сюда за довольно большое расстояние. Я надеюсь, наше интервью будет услышано главными в нашей выставке. И этот формат, который вы предлагаете, тоже найдет своего зрителя и почитателя в следующем году. Я думаю, это будет очень интересно. Давайте, может быть, немножко поговорим о вашей компании «Аппетит». Расскажите какой-то свой опыт и расскажите про свою сеть. Да, вот у нас как раз все хорошо с дифференцированием, потому что мы 3 года назад купили сеть маленькую, небольшую, 10 магазинов продуктовых. Пиво, сигаретки, колбаса, горошек, бундиель. Понимаю, что мы этим бизнесом заниматься не будем с точки зрения того, что этот бизнес был уже мертвый, особенно в Петербурге, где доля ритейла давно зашкаливалась за 95%. И мы как раз потратили очень большое количество времени, в том числе из Германии в Голландию, когда это можно было для того, чтобы создать в себе в голове модель. Повести огромное количество экспериментов. Эксперименты мы проводили фактически на живом организме, то есть проводили такую операцию на больном без наркоза, используя в качестве больного магазин для того, чтобы нащупать какие-то элементы, концепты, которые работают, элементы, концепты, которые не работают, повторные тесты и так далее, и так далее. Для того, чтобы и общая цель была потратить 2-2,5 года на то, чтобы нащупать это дело, а потом уже начинать это дело тиражировать. И вот я в качестве примера могу привести такую историю, что в тот момент у нас был выбор, например, пойти делать пекарню, это довольно просто. Однако для Питера это было уже делать поздно, потому что даже в этой области конкуренция была уже огромная. То есть для многих регионов это еще такой начинающий тренд, а в Питере было уже поздно. И мы придумали довольно сложную такую историю, в которой мы на малом формате, то есть в 50 метров миксуем магазин готовой еды, элементы пекарни, элементы АЗС, нас иногда за глаза называют заправкой. И все это мы хотим продать в формате самообслуживания, чтобы это был такой динамичный, быстрый европейский магазин, где вы все взяли сами, сами заплатили, сами ушли без посадки, с фактически-то именно магазинками, а не кафе. И это той историей, которой мы активно занимаемся. В процессе мы вынуждены были пойти в собственное производство, потому что для нас еда, это было очень важно, купить еду на внешнем контуре либо невозможно, либо это невкусно, либо масса ограничений. Вот. И вот этим проектом мы живем. Ну, я думаю, рассчитываю, что будущее истории – это будет какое-то имя, которое будет знать не только в Питерико. Вот такая у нас идея. Ну, модель, я так понимаю, только-только нашла своего уже покупателя и ценителя, и мы надеемся, что в ближайшее время мы подтвердим или опровергнем его жизнеспособность, или вы уже видите, что такой формат работает? Да, мы видим, что формат работает, при этом формат воспринимается сложно. Ну, то есть, примерно стали пытаться продавать франшизу, и мы чувствуем, что люди не до конца понимают специфику эту историю. То есть, вообще, на самом деле, моноформат, ну, сумма, пекарни или, не знаю, магазин вина, или там табачная лавка – это несколько как бы проще, чем микс-формат на малоплощаде. Сложнее дать понять, зачем ты завез сюда потребителя. Сложнее поставить ему акценты. И вот этот вопрос того, чтобы соблюсти условные правила Парета в том или ином виде, чтобы не перегрузить магазин всякими дополнителями, ассортиментом, но при этом дать возможность какой-то микс – это, на самом деле, одно из самых сложных моментов, которые мне приходилось в эти два-два с половиной года решать. Но важно то, что формат работает, несмотря на то, что он финально красиво не подан. Поэтому мы в меньшей степени сомневаемся в том, что он не будет работать, когда мы его до конца доделываем, а в большей степени переживаем за то, что, ну, довольно просто хочется вырасти что-то большое, и это довольно такой сложный процесс, без мешка денег за спиной. От причин того, что мы вынуждены с собой тащить производство, которое требует при… оно растет у нас сейчас очень активно, это потребует довольно больших вливаний. И то, о чем я говорил на этой сессии, ну, там, из-за них гурвоз, который я там для себя вижу, это, знаете, не из-за височковой где-то какой-то такой плоскости. Знаете, как вот в фильме «Начало», там, когда фильм «Начало» начинается, там, вот этот мужик, повстаревший, сидит около декабря, вот там, да, они там вот как-то болтаются непонятно где. Вот, в общем, не хочется там остаться, хочется вырасти что-то большое, как бы, вот, а это там вопрос, ну, довольно сложный, как бы, да, то есть нужно правильно зайти в эту волну, и как правило, там, да, там, при таком проекте, как франшиза, важно начать, вот, начать, успеть сделать первый вход, как бы, успеть продать там первые, там, пять точек за какое-то разумное время, чтобы получить такой маховик, который уже будет дальше крутиться, как бы. Вот так. Мы пожелаем вам удачи и надеемся в следующем году снова встретиться на этой выставке, чтобы вы поделились, как продвигается дело, и очень приятно наблюдать за новыми форматами, которые придумывают наши люди, которые стараются сделать индустрию лучше, понятней для конечного покупателя. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам за такую возможность. Спасибо. 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 Спасибо.